В ролике вы узнаете, как правильно заряжать ваш смартфон, чего боится аккумулятор, портит ли его быстрая зарядка, а также, вреден ли разряд до нуля или полный заряд до 100%, и как максимально увеличить жизнь вашей батареи. Всем привет! Как заряжать смартфон? Это очень популярный вопрос на сегодняшний день. Я специально перерыл кучу информации, чтобы узнать, как же это сделать правильно. Ведь каждый из нас с этим сталкивается каждый день, а то и не один раз в день. В этом случае я даже вам сочувствую. Советую досмотреть ролик до конца, тогда вы узнаете, как вредит быстрая зарядка вашим смартфонам, и как максимально сохранить батарею тем, кто недавно обзавелся новым аппаратом. Ну поехали! Немного основ. В современных смартфонах используются литий-ионовые и литий-полимерные аккумуляторы. И об этом, кажется, знают даже дети. Да, Алис? И эти аккумуляторы ужас, как боятся больших и малых температур. Не до заряда, переразряда, а также не подвержены естественному, хоть и медленному старению. Это я об ограниченности циклов заряда-разряда. А прикинь, наши дети будут смотреть подобные ролики и смеяться, что предки были какими-то странными, делая ролики об аккумуляторах-однодневках. Но насчет недозаряда и переразряда волноваться, что вам, что мне, точно не стоит. Хоть и многие блогеры пытаются нагнать жути по этому поводу, но все это глупости. Потому что даже те проценты, что вы видите на своем экране, да-да, вот эти от 0 до 100, они по факту не обозначают, что все напряжение аккумулятора упадет до критических 2,8 вольт или поднимется выше 4,5 вольта. А именно такое напряжение опасно для ваших аккумуляторных батареек. А все дело вот в чем. В ваших смартфонах стоят защитные микроконтроллеры, которые не дадут опуститься напряжению ниже 3,2 вольта и выше 4,4 вольта. Да еще и в самих батареях есть защита, но сейчас не об этом. Так что не парьтесь. Если со смартфоном и батарейкой все окей, то за эти пункты вам точно волноваться не стоит. Хоть заряжайте их до 100%, хоть разряжайте в ноль. Но если у вас батарея уже стала разряжаться прямо очень быстро, то есть два способа проверить ее исправность. Первый это можно сказать физически, а второй программный. После этого вы уже узнаете, подпортили ли вы аккумулятор эксплуатации, либо просто загрузили смартфон ненужными приложениями и процессами. По поводу процессов и приложений. Посмотрите мой ролик с оптимизацией. В нем вы узнаете, как отключить всю ненужную хрень, которая кушает проценты вашей батареи. А вот второй способ, это проверить, так скажем, физически емкость вашей батареи. Для этого скачайте приложение AIDA64 и проверьте показания батареи. Ну, например, при моих 20% заряд моего аккумулятора составил в районе 3,7 вольта. Далее оставил 1% и увидел, что напряжение аккумулятора упало до 3,4. А значит с контроллером все в порядке. И даже не парьтесь, если смартфон отключится совсем. При его отключении там еще будет содержаться достаточное количество заряда, чтобы вы успели совершенно не спеша поставить смартфон на зарядку. Ну, конечно же, не ждите несколько дней, иначе это точно негативно скажется на емкости вашего аккумулятора. Кстати, о зарядке. Вот перед вами смартфон. Он заряжен чуть больше 50%. На напряжение в пределах 4 вольт. И вот перед вами уже смарт заряжен на 100%. Напряжение на моем покафоне держится в районе 4,4 вольта. То, я бы сказал, слегка завышено, но тут даже на самой батарее указано, что 4,4 вольта это норма. Ну, короче, думаю, вы поняли, что сами в любой момент можете сделать этот тест и проверить вашу емкость. И небольшая вам подсказка. Раз в несколько месяцев смартфон необходимо разрядить в ноль, чтобы откалибровать показания вашей батареи. И я плавно ответил на вопрос, можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь. А то меня хейтили тут некоторые, что мол нельзя на ночь и прочее. Ну, конечно, можно. За перезаряд волноваться вам точно не стоит. Рабочий микроконтроллер не допустит этого. Перейдем к циклам заряда-разряда. Многие в этих ваших интернетах умничают, что мол не заряжайте до 100% и не разряжайте ниже 20%. Иначе погубите ваш аккумулятор быстрее, чем сломается ваш смартфон. А также вы получите не 500 циклов полного заряда-разряда, что идут по стандарту, а в раза 3 больше. И вот вам пруфы, что все это фигня. Ведь такие советчики говорят нам разряжать максимум до 4,1 вольта. А это где-то 60% показаний моей батареи. И разряжать до 3,6 вольта. Это где-то 10-15%. Но смотрите, заряд моего аккумулятора сейчас 82%, а он уже 4,3 вольта. И что советуете делать? Видите, уже не сходится. Короче, если следовать советам, то на примере моего покафона мне бы пришлось ставить на зарядку на 20% и пользоваться до 60%. Так, мол, только продлю жизнь циклами заряда-разряда. Короче, вы все видите сами. Придется бегать со смартфоном от зарядки до зарядки, как будто не 4000 мА, а 2000. Зато циклов будет той как много, а не как при полной зарядке. В общем, заряжайте как заряжали, и будет вам счастье. И еще вопрос. Через сколько лет пойдут к концу ваши циклы заряда-разряда? Там вам уже и ваш смартфон будет неинтересен. Да плюс к тому, своим недозарядом вы можете схлопотать эффект памяти аккумулятора. А в частности, этот эффект может произойти при подзарядке неполностью зарядившегося смартфона. Это означает, что аккумулятор как будто запомнит, что в предыдущие циклы его емкость не была использована полностью. И при разряде он отдаст ток только, скажем так, до запомненной песочницы. А те, кто в это не верит, пруфы я оставлю в описании. Но короче, просто заряжайте ваш смартфон от 10 до 100%. В общем, так же, как и заряжали, и будет вам счастье. Ведь самый главный враг аккумулятора не заряды-разряды, а температура. И давайте как раз перейдем к этому вопросу. А именно влияние температуры на батарею. Что мороз, что тепло, очень, ну просто очень плохо влияет на аккумулятор. А перегрев даже может вызвать воспламенение, так как литий очень активный металл. Но тут хочется сказать следующее. Заряжайте смартфон качественными зарядными устройствами и при комнатной температуре от 20 до 25 градусов. При этом никак не используя ваш смартфон вообще. А еще лучше отключив разные сервисы. А еще лучше вообще не заряжать и вообще не пользоваться смартфоном. Ладно, шучу. Так он даже быстрее зарядится. И чем больше нагрузка на смарт, тем больше рост температуры. Медленнее зарядка. На самом деле тут все очень просто. А про влияние быстрой зарядки вы узнаете чуть позже. И еще важный пункт. Не оставляйте ваш смартфон что на жаре, например, в машине стоящей на солнце. Или на морозе, во внешнем кармане и куртке. Так как это все будет также портить вашу батарею. Температура очень важна, помните об этом. Перейдем к старению аккумулятора. Старение, к сожалению, неизбежно. И на этот процесс влияет множество различных факторов, сказанных выше. Также аккумуляторы не любят большие токи, как заряда, так и разряда. Все это из-за роста той же температуры. И в среднем за первые годы службы, как ни заряжай, но аккумулятор будет терять по несколько процентов общей емкости. А в последующие и того больше. Но думаю этих лет службы вам хватит или на устаревание модели смартфона, или на его вообще потерю или поломку и прочее. А это я к чему клоню, что вы совершенно не застрахованы от замены аккумулятора при покупке БУ телефона. Так что задумайтесь об этом. Или просите скидку на новую оригинальную батарею. А теперь расскажу про быструю зарядку. Точнее про ее тонкости. А вы сами решите, нужно ли я делать отдельный ролик. Потому что до монтажа этого я думал, что быстрая зарядка это плохо. И что при этом смартфон перегревается. Кстати, перегревом считается температура выше 42 градусов. Ну короче, вы поняли. Я думал, что быстрая зарядка вредит батарее, но это далеко не так. Используйте качественные зарядные устройства, а также качественные кабели. Температура смартфона на зарядке не превышает 37 градусов. Вот смотрите. Но это в моем случае. Я использовал быструю зарядку и кабель от бренда Ugreen. Смартфон стоит 50 минут на зарядке. Температура при 54% заряда 37 градусов. Вот телефон стоит 1 час 17 минут на зарядке. У нас 82%. Температура 36,5 градусов. Даже чутка подупала. Далее 1 час 37 минут. Заряд уже 93%. Температура 35 градусов. Даже еще сильнее охладел. В общем, вы поняли, что никакого перегрева быстрая зарядка в себе вообще не несет. А вот в каких случаях она действительно может навредить батарею. Если это плохие комплектующие. Например, при плохом контакте или низком качестве материала в кабеле. Или зарядного устройства. А самое главное, это использование смартфона во время заряда. Ведь ваши ручонки так и тянутся посмотреть, кто же там что написал. Или поступит какой-нибудь ненужный звонок. Или ну прям хочется поиграть. Или посмотреть какой-нибудь ролик. Вот в этом случае зарядка хоть быстрая, хоть стандартная. Но она точно приведет к перегреву. Так что категорически не советую этого делать. Вот поэтому спокойно ставите смартфон на ночь. Даже и обычным зарядником. И он не спеша зарядится без перегрева. Без вашего участия. И это на мой взгляд самый безопасный способ зарядки что только есть. И как бонус расскажу. Как я заряжаю свои новые смартфоны прямо из коробки. Запомните, от первых дней будет зависеть фактическая емкость вашего аккумулятора. Например, если батарейка на 4000 мАч. То чтобы так и было. А не 3900 или 3950. Вроде мелочь. Но неприятно терять эти драгоценные миллиамперчики. Итак. Нам для этого потребуется просто разрядить смартфон в ноль. И желательно не играми там. И записью видео. Которые влекут за собой большой ток и перегрев. А просто установкой приложений. Восстановлением контактов и прочим. Ну короче работает. Далее нужно зарядить смартфон на 100%. По возможности не используя смартфон в это время заряда. Как вы уже поняли. А также отключением активных приложений во время этого. От этого аккумулятор может перегреваться. И как температура, так и время заряда будет увеличиться с каждой вашей активностью. Повторите эту манипуляцию еще несколько раз. Но раза два. Не больше. И этот весь процесс будет называться расконсервацией. И это все не пустые слова. Сейчас я объясню почему. На данный момент почти все производители добавляют в состав электролита консервант. А именно ингибитор. Который позволяет хранить аккумуляторы более двух лет. Как раз расконсервация и разрушает этот ингибитор. И аккумулятор выходит на свою номинальную емкость. И любые большие токи без проделывания этой манипуляции во время эксплуатации могут вызвать распад ингибитора с уделением тепла и газов. Что приведет к спуханию аккумулятора и потере свойства электролита. В общем это никому не нужно. Так что сделайте эти легкие манипуляции с вашим смартфоном и будет вам счастье. Но думаю что я хоть кому-то помог этим роликом разобраться в некоторых моментах связанных с эксплуатацией вашего смартфона. Мне даже саму было очень интересно это делать. А я-то все шкнил на быструю зарядку. А надо шкнить в первую очередь на самих себя. Когда вы не даете нормально заряжаться вашему смартфону. И друзья, если ролик был полезен, не скупитесь на лайки. Я правда старался как можно лучше вникнуть в суть этого вопроса. И думаю у меня неплохо так получилось. И просьба поделиться этим роликом с друзьями. Думаю они скажут вам спасибо. Также и спасибо вам за просмотр. И до скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok